Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. Студия Кирилл Политов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Закрытые пирамиды. Пострадали ли алтайские туристы от запрета отдыхать в Египте? Извозчик частный. Выбор опасный. Как в Барнауле повышают уровень водителей такси? Первый на континенте. За что алтайский баскетболист получил титул «Игрок недели» от европейских экспертов? Сегодня из-за первого обильного снегопада на дорогах Алтайского края сложилась опасная обстановка. Плохая видимость уже утром привела к серьезному ДТП. В Тальменском районе на 161-м километре трассы М52 23-летняя девушка на Тойоте не справилась с управлением и столкнулась с автобусом ПАЗ, принадлежащим Тальменскому дорожному управлению. В аварии погибли водители, пассажиры на марке. Еще один человек в автомобиле госпитализирован. Специалисты управления МЧС по Алтайскому краю прогнозировали на сегодня увеличение количества ДТП из-за снегопада и гололюда. Водители просят отложить междугородние поездки. Жители Алтайского края, отдыхающие в Египте, вылетят домой в плановые сроки, но без багажа. Его доставят позже. Напомним, накануне российские власти запретили туркомпаниям продавать путевки в Египет, а тех туристов, которые находятся там сейчас, постановили вывезти. Как скажется это решение на алтайском турбизнесе и сколько наших земляков сейчас находится в стране, выясняла Маруся Загорска. Никакого ажиотажа. Телефон горячей линии для алтайских туристов, которые отдыхают в Египте или только собрались в эту страну, так и не раскалился. За три дня на него позвонили не больше 20 раз. В основном это те, кто планировал путешествие и уточнил, правда ли купить заветную путевку, теперь нельзя. Те, кто уже греется на пляжах Египта, за помощью не обращались. На то, что ситуация не критичная, сработало отсутствие прямых перелетов с Египтом из Барнаула. У нас ближайшие вылеты это чартерные рейсы из Новосибирска и регулярные чартерные выезды из Москвы. Египет не самый популярный зарубежный курорт среди жителей нашего региона. На него приходится лишь 10% выездов. По данным туроператоров, сейчас в арабской стране отдыхают чуть меньше 100 жителей Алтайского края. Как таковой эвакуации их с курорта не предусмотрено. Они прилетят на родину в те дни, которые были прописаны в путевке. Основная часть 11 ноября. Единственное изменение – домой отдыхающие вернутся без багажа. Чемоданы будут доставлены позднее. Из Египта в Новосибирск их переправят бортами МЧС, а затем прямо домой туристам сумки привезет Почта России. Есть информация, что туристы смогут провести в ручной кладе не 5, а 10 килограмм. Все нужные и ценные вещи смогут взять с собой. Пострадавшими в этой ситуации остаются те, кто заранее забронировал тур в Египет, но вылететь на отдых так и не смог. Таких в регионе около 120 человек. Туроператоры предлагают им отправиться на другой курорт или забрать деньги. Туристы с Алтая в основном предпочитают не отказываться от отпуска и вместо Египта готовы полететь в Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Впрочем, у тех, кто хотел провести в Египте новогодние праздники, могут возникнуть сложности. Нужно спешить перебронировать, потому что времени осталось очень мало. Если это какие-то другие страны, то на Новый год обычно места бронируют заранее, и поэтому может не быть того, чего хочет человек. В выходные несколько западных СМИ сообщили, что российский самолет, потерпевший крушение в Египте, мог рухнуть в результате теракта. И хотя эта информация не подтверждена официально, россияне, видимо, согласны с мнением правительства и решили, что лучше не рисковать. По крайней мере, в Алтайском крае не возникла ни одной спорной ситуации в связи с запретом на полеты в Египет. Телефон горячей линии в основном молчит. Маруся Загорска, Павел Лауронин. Наши новости. Громкое убийство предпринимателя из Ключевского района удалось раскрыть алтайским следователям. Обвиняемые уже дают показания. По данным следствия, 22 сентября в селе Ключи на пороге собственного дома был обнаружен мертвым владелец нескольких торговых точек. Мужчине было 57 лет. Оказалось, что расправу учинили двое братьев, которые в масках ворвались к нему в дом с целью ограбления. Убили мужчину после того, как он узнал одного из налетчиков. Обвиняемые забрали из дома все ценности, что им удалось найти. В России это 1700 рублей и дорогой фотоаппарат. По словам следователей, найти убийц оказалось непросто. Не было ни одного свидетеля или прямой улики. Один из них был задержан в селе Ключи, а другой в городе Норильске Красноярского края. В настоящее время им уже предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. И по статье 162. Разбой. И еще одна трагическая гибель произошла в том же Ключевском районе. 16-летнего подростка, выпускника Волчкинского детского дома Тимофея Кашича, пропавшего в конце октября, нашли повешенным. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые также занимались поисками, от комментариев отказались. Как удалось выяснить корреспонденту наших новостей, в последнее время Тимофей жил у дедушки в Ключах и учился в местном профтехучилище. Знакомые подростка рассказали, что он всегда был проблемным и нередко пропадал на несколько дней. Есть сведения о том, что молодой человек грозился покончить с собой. Тимофей пропал 22 октября. В эти выходные его тело нашли в недостроенном частном доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Все обстоятельства произошедшего выясняются. К другим темам. В Тюменцевском районе открыли новую планету. Так называется развивающий центр для местных ребятишек. Это первое учреждение на селе, в котором специализированную помощь смогут получать дети с разными неврологическими заболеваниями, в том числе с диагнозом ДЦП и аутизм. Для 63-х семей Тюменцевского района открытие нового центра – событие желанное. Теперь им не придется преодолевать сотни километров ежемесячно, чтобы получить квалифицированную помощь городских специалистов. Благодаря усилиям местного предпринимателя Виталия Чернышева дети с ограниченными возможностями смогут лечиться и развиваться в своем райцентре. В одном кабинете у нас будут заниматься три специалиста. Это логопед, дефектолог и психолог. Там мы будем проводить консультации первичные, выявлять диагноз ребенка и непосредственно рекомендовать уже, какие занятия ему нужны и в каком количестве они нужны. Идея открыть развивающий детский центр у Виталия появилась, когда с серьезной проблемой столкнулись его близкие. Занимаясь реабилитацией племянника, понял, в подобной комплексной помощи сегодня нуждаются многие. Частную инициативу поддержало государство. На старте проекта финансовую помощь оказал местный центр занятости. Затем грант выделили региональные власти в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Ему здесь нравится, потому что мы садик не посещаем. И это как бы альтернатива детскому саду. И пальчики развиваем, и сенсорные способности. То есть полностью развивается. Благодаря господдержке на 360 тысяч рублей удалось не только приобрести необходимое оборудование для центра, но и создать новые рабочие места. В детское учреждение трудоустроили трех специалистов, которые прежде состояли на учете в центре занятости. Елена Макаренко, Наши новости. Александр Карлин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ввести дополнительные меры для снижения напряженности на рынке труда. Губернатор принял участие в соответствующем совещании в правительстве России. На мероприятии глава региона отчитался о ситуации на рынке труда Алтайского края. Он отметил, что и с января по октябрь уровень безработицы снизился с 1,9% до 1,5%. Однако этого снижения, по словам Карлина, недостаточно. Именно поэтому губернатор и обратился с просьбой предусмотреть в 2016 году дополнительные мероприятия для уменьшения напряженности. Также Александр Карлин уже лично обсудил с Дмитрием Медведевым вопросы развития региона. В частности, как сообщает официальный сайт Алтайского края, говорилось о реализации крупных инвестпроектов, таких как Бирюзовая Катуни и Белокурьиха-2. Кроме того, рассматривались итоги уборочной кампании, задачи развития аграрной отрасли и ее господдержка. Быть или не быть жилому комплексу на месте бывшего стадиона «Локомотив». Руководство Барнаульского автовокзала, расположенного в непосредственной близости от будущей стройки, подало в Краевой арбитражный суд на администрацию города с целью опротестовать разрешение на строительство комплекса, рассказывает Илья Кочетков. О новом жилом комплексе, который должен вырасти на месте старого и ныне заброшенного стадиона «Локомотив», что на проспекте строители заговорили больше года назад. Тогда стал окончательно ясен облик проекта. Его автор известный барнаульский архитектор Александр Деринг. За это время сам проект успел стать лауреатом престижного международного фестиваля в номинации «Архитектура для жизни» за удачную планировку и идеи по использованию фасада стадиона как прогулочной галереи. Однако не все согласны с тем, что жилью здесь место. Один из несогласных – директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов. Барнаульский автовокзал по существующим санпинам относится к третьей категории эксплуатации по влиянию на окружающую среду. В связи с этим для нас, для автовокзалов, установлена норма санитарная на расстоянии 300 метров от границы автовокзала, где в принципе не должно быть размещения никаких жилых объектов. Но сами понимаете, что «Локомотив» полностью накрывает нашу территорию санитарной зоной. По его мнению, разрешение, выданное администрацией города в июне текущего года, было опрометчивым. Он уверен, что жители будущего комплекса сами будут не рады близкому соседству с автовокзалом, со всеми вытекающими последствиями. Когда здесь поселятся жильцы, естественно, они, зная свои права, они поставят вопрос, а зачем здесь автовокзал, который является источником загрязнения, шумов и так далее. И, возможно, будет поставлен вопрос о переносе автовокзала. Именно стелью рассудить, кто прав, кто виноват в данной ситуации, он обратился в Краевой арбитражный суд. Ответчиком при этом выступает администрация Барнаула. В городской администрации сегодня нам ответили, что до решения суда воздерживаются от каких-либо комментариев. Узнать мнение компании-застройщика нам также пока не удалось. Между тем, само судебное заседание состоится уже 24 ноября. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Экзамен для таксистов по ПДД, этике и коммуникабельности. Все это этапы специальной технологии по подбору кадров в службу такси, которую разрабатывают на Алтае. Ее уже тестирует одна из барнольских компаний. В наше время, к сожалению, таксист не считается профессией. Если вы придете в службу занятости, вам не предложат работать таксистом, потому что такой специальности просто нет. И соответствующее отношение к своей работе. Если они будут понимать, что они специалисты, профессионалы в своем деле, они будут уже иначе относиться к этой работе. То есть вот этот конкурс, он, собственно, разработан как раз с целью поднятия их уровня как профессионалов и признания их как профессионалов. Наталья Шишова и экзаменатор, и автор всего проекта. По ее мнению, таксистов нужно проверять по нескольким критериям. Отсюда и этапы конкурса. Тренинг по коммуникации и бесконфликтности, занятия по этике, проверка практических навыков и, конечно же, вождение. Участвуют в конкурсе исключительно добровольцы. И мужчины-таксисты, и женщины. Всего чуть больше 20 человек. Впереди у них финал на городских улицах, перед которым они сдали экзамен по ПДД и знанию карты Барнаула. Это один из самых сложных туров. Норматив для поиска адреса всего 40 секунд. Но водителя это не испугало. По словам таксистов, гаджетами они пользуются, но надеются на себя. Спортсмен клуба «Алтайбаскет» стал игроком недели 2-го дивизиона Суперлиги. Вячеслав Варанчихин отмечен авторитетным интернет-изданием «Евробаскет.ком». Об этом и не только в сегодняшнем спортобзоре. Назабивал. Баскетболист Вячеслав Варанчихин стал лучшим игроком в составе своей команды против гостей из «Энгельса». Под каток «Алтайбаскета» недавно угодил строитель. Табло высветило разгромные 74-57. Больше всего баллов 15 как раз и принадлежат Вячеславу. Он же сделал и рекордные 9 подборов. Именно за эти заслуги «Баскетовец» стал героем европейского портала. И это уже не первый случай, когда барноволец завоевывает почетное звание «Игрок недели». Ранее специалистами был отмечен защитник Дмитрий Злобин. Сезон для «Алтайбаскета» начался более чем удачно. В 8 встречах одержано 8 побед. Сейчас в багаже у потопечных Михаила Терехова 16 баллов и первое место. Клуб бьет и своих, чтобы, видимо, чужие боялись. Так накануне «Баскетовцы» на домашнем паркете встретились с победителем Кубка Алтайского края командой «Реванш». Счет предсказуем – 81-50 в пользу профессионалов. По мнению главного тренера барновольцев, такие матчи идут на пользу развития алтайского баскетбола. Домашний разгром. Хоккеисты Алтая получили 7 пробоин от смоленского Славутича. Произошло это во второй битве команд. На пропущенные барновольская ледовая дружина ответила лишь дважды. Причем к экватору игры табло показывало неприличный 0-4. В результате поражения 2-7. Эта победа позволила Славутичу приблизиться к Алтаю, но расстояние в один балл. Завтра и послезавтра вновь в домашние встречи. На этот раз в гости приедут хоккеисты из Тамбова. Кирилл Политов, Наши новости. Зима уже близко. Шапки меховые, фетровые для взрослых и детей в ДК Сиба Наргамаш. На больших ярмарках головные уборы легко найти для всей семьи. Приводят и классические модели, и новинки сезона. Эксклюзивные и дизайнерские шапки. На пике популярности капюшоны из шелка, отороченные норкой. Необычно смотрятся и шапки, расшитые стразами и стеклярусом. В этом сезоне эксклюзивные яркие цвета. Новые модели из норки, мотона, орелага, астрогана. Норку вы можете приобрести по выгодной цене от 4900 рублей. Присутствует рассрочка платежа без первоначального взноса и переплат. Отлично имитируют норку андатра. Визуально отличить крайне сложно. А стоимость и экономия существенные. Не сдают позиции и пушистые ушанки, как для женщин, так и для мужчин. Женские, мужские и детские шапки найдете на ярмарке продажи «Ваша шапочка» в ДК «Сибэнергомаш» с 6 по 10 ноября. Таким увидели этот день корреспонденты программы «Наши новости». Звоните к нам в редакцию 659-129. Приятного вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова